Сегодня в студии портала, я так думаю, Евгения Гарбер, стилист, искусствовед и культуролог. Я очень рада тебя видеть, Женя, в этой студии, и наконец-то мы поговорим от души. Мы с тобой в кафоне не наговорились еще, да? Не знаю там про стилисту, культуролога вообще, даже представить не могу, о чем она говорит, я шла по улице в магазин, я никого не трогала, собиралась купить продукты, книги я читаю мало. Женечка, я предлагаю сегодня с тобой нам побыть двумя светодиодными курицами этого города. Я как раз только что сказала, что у нас за картошкой, в принципе, побыть светодиодными курицами. Откуда ты это взяла? Это прекрасная новость, Жень, на самом деле придумали, вот читаю, ничего не придумываю, российские столицы украсят пасхальными яйцами высотой от полутора до семи метров и светодиодными курицами. Самый высокий арт-объект фестиваля, семиметровое яйцо, установят в Камергерском переулке. Камергерский переулок, это место, где бы я хотела жить, на самом деле я предполагаю, что мы лучшие светодиодные курицы, мы берем это яйцо, это наше, наше, правильно? Я так считаю, мы же к этому подходим совершенно. Отвечу. Две светодиодные курицы. Я прочитала Толстого, который Алексей, там вы видите, там были такие космические корабли в виде больших яиц, металлических, лучше бы белых, так красивее. И в древе бежевое яйцо, белое, белое лучшее. И оно еще летает, это яйцо. Мы могли бы попасть в космос. Конечно, с точки зрения культурологии, я, может быть, сейчас не о том, а с точки зрения стилистики, все-таки белое яйцо хорошо. Да. И в космос белом как-то очень гармонично, белым. Ну, я не знаю, мне белый, конечно, не очень идет. Я недавно смотрела такое кино, ты смотрела, называется «Пассажиры». Нет? Нет. Короче, рассказываю, это потрясающе совершенно. В космос взяли женщину, в этом вся фишка. Вот до этого... Кто это? Жень, я должна тебе представить. У нас есть дух студии. Да, его зовут Миша. Он иногда отвечает на вопросы, когда ему это хочется. Когда его не зовут. Или встревает, да? Встревает. Вот этот вот дух студии, который встревает, он какого роста? Сразу мне просто скажи, чтобы я понимала как-то, на что мне рассчитывать, как мне его представлять себе, когда я к нему сейчас буду обращаться. У меня такая специальная доска есть, знаешь, такая вот как-то называется, по которой там, медиум, вот такие дух студии, здравствуй, скажи мне, какой это рост. Какого-то рост, дух, а? Дух, какого-то рост? Дух скажи, ну... Достаточно. Ну, то есть он чувствует, он знает меня. Он достает, достаточно. То есть он достает. Да, 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 да. Ты стремятся. Достать он может легко. Не знаю, я таким духом. Ну, это уже хорошо. Ну, нет, давай все-таки сначала про стиль, про белый цвет, про яйцо, это так интересно, потом вернемся к духу, яйцо, дух. Ладно, короче говоря, тут очень... Жень, еще одна новость, тоже читаю, и тоже очень интересно, и тоже про космос. Ученые нашли в космосе самую раннюю мертвую галактику. Обнаружили в космосе галактику, в которой образование звезд закончилось спустя 1,6 миллиардов лет после Большого взрыва. Она умерла, и теперь вместе с духом космоса. Она умерла, это самая древняя смерть галактики известна ученым. То есть все, то есть вообще никак. То есть после взрыва. Слышишь ее дух здесь тоже. Это космическое пространство, с женской точки зрения, там такие привидения симпатичные, достаточные летают. Достаточно? Они приходят к нам по ночам. Завтра день космонавтики. Я люблю про мертвые галактики. Да, завтра день космонавтики. Ну, собственно, и поэтому я нарыла столько интересных новостей. Больше всего меня интересует эта новость, что у нас здесь есть дух студии. Космических, достаточных масштабов, мне так кажется. Подожди, я тебе про кино еще хочу сказать, да? Ну, не знаю, может быть, дух и смотрел. Но если он смотрел, он скажет все, что думает о женщинах в скафандрах. Естественно, ну вот, настоящий дух в скафандрах и бес. Ну, так вот, когда она его все-таки одела на свою бес. Короче говоря, она была в белом скафандре. Это фильм «Пассажиры». И там такая история печальная, потому что вот дух космоса мужик, да, я ведь я правильно понимаю, да? В общем, мужики-предатели просто, однозначно. Там такая ситуация получилась, совершенно ужасная. Вот если в Катаке, где Ума Турман вся такая в военной форме, прекрасной совершенно, скафандр не одевает, и в космос улетает главный мужик, а она такая его ждет, там на земле она прекрасная такая, и глаза у них голубые, как у тебя, прекрасные. То здесь, да, и у меня тоже этот дух космоса. Короче, а здесь улетает в космос много-много людей в белых скафандрах. Такая потрясающая эстетика, можно как стилист скажу. Это такой эстетический ряд прекрасный, который придумал на самом деле Стэнли Кубрик. И кто смотрел «Одиссею 2000», и даже тот, кто не досмотрел, понимает, как это красиво. И как Кларк сочинил все эти технические, удивительные, философские совершенно вещи, которые там вот как-то применены. Вот, это такая эстетика белого. И там такая девушка вся в белом костюме спит, спящая красавица, все в анабиозе, все хорошо. Никто никого не ждет на земле, все полетели. Такой тур, мы же хотим путешествовать, да? Мы хотим, мы курицы же хотят путешествовать. Вот, короче, и так все прекрасно, и они все спят. И у одного мужика что-то с капсулой, я не знаю, только дух знает, что у мужиков бывает с капсулой, но, короче, и он проснулся, он проснулся и встал, как настоящий дух. Что-то пошло не так, сказал дух, да. Там, в общем, все треснуло, лопнуло, перевернулось. Короче, поднимается этот чувак. А до приземления корабля, почему все остальные спят? До приземления 2 миллиона 842 тысячи 321 год, 4 месяца, 5 дней, еще 15 минут мне попудрить нос. Так вот, короче, он, значит, понимает, что он здесь умрет один. Ну, что, как бы, все же летят там в эту галактику, ему не естся, не пьется, ему плохо. Что он делает? Да нормально, он бухал там в баре. А мне кажется, этот чувак, который не дожил до приземления, потом стал духом и витает сейчас по нашей студии. И мне кажется, этот предатель, который разбудил эту девушку, невзирая на то, что она из-за этого должна будет потом умереть вместе с ним, вот этот предатель, который обидел спящую красавицу в белом скафандре, мне кажется, среди нас, он ее разбудил. Он ее разбудил, чтобы ему не было одиноко. Так поступают все духи, я знаю их. Он сначала целый год смотрел на нее просто так, пока не влюбился окончательно. Один год, правда? Да, он ее еще читал. Как ты читал? Как читал? Мне нужно видеть этот фильм, я сегодня вечером знаю, что я смотрю. Да-да-да, там сейчас я расскажу про эту самую. Тебе понравится. Ты слышишь? Тебе понравится, разбудит тебя. Давайте дальше, что было? Давайте про раз, не буду. Дух сейчас выступает в данном случае как адвокат всех чуваков в белых скафандрах, в которые будет чувих. И в этом смысле я в таком каком-то душераздирающем состоянии, потому что мне тоже хочется прям для него проснуться. Я даже его понимаю. Она была писательницей, как я, я пишу просто. Так вот, и он смотрел, как она такая красивая в белом лежит в скафандре. Он, конечно, был прагмантик с другой стороны, но с другой стороны он смотрел, он был романтик. Часто бывает такой с будущими духами, пока их не убьют девушки в белых скафандрах, которых он разбудит. Он ее разбудил, чтобы ему было не одиноко. И все бы было хорошо, потому что она же не знала, что она умрет по его вине, не долетит ни докуда. Но потом начинается, это слово сложное, драматургия. Да, драматургия. Дух, ты не помнишь, в чем там была драматургия? Почему ей не понравилась-то вся эта история-то? Откуда она узнала правду? Да, на самом деле, проболтался этот тупой герой бармен, потому что у него нет человеческого мозга и никакой драматургии. Он просто сказал ей правду. Роботизация. А дух-то наш не робот. И в той жизни, видимо, он был таким романтическим мужиком. На самом деле, реально. Так, меня до слез не доводим. Я обычно в такие моменты звучит печальная музыка, и Гордеева плачет. Нет, подожди. А, пожалуйста, камеру Гордеева плачет. Она как смеется красиво, так и плачет красиво. Ничего не сделаешь. Так, давайте Рыбкину звоните. Подождите, мы же не знаем, это драматургия. Мы не знаем, кто такой это. Кто этот человек, про которого она говорит? Он тоже одухотворенный, но пока живой. Его еще не убили женщины. Короче, тут смысл какой? Она в белом. Его в белом хотела убить за то, что он ее в белом разбудил. Красота вот эта в белом, она какая-то такая очень неземная, космическая, ведет к нехорошему. Белый, между прочим, цвет похоронный для японцев. У нас все по-другому. У нас просто зима. Не знаю, что все нормально. Я, конечно, понимаю, что я стилист, и должна говорить правильные вещи. На самом деле, просто зима. Потому что космос, холодно. Вот, Млечный путь вообще. Короче говоря, она его хотела убить, потому что робот, и не робот-убийца, а просто робот-бармен, там был такой классный, которого тоже взяли из одного замечательного фильма, между прочим. Он не просто такой вот робот за стойкой бара, философствующий. Если такой умный дух студии, бывший космонавт, может быть, ты знаешь, в каком прекрасном фильме, чудесном просто, с Джеком Николсоном, я бы сказала. Всем советую посмотреть. Я с пустые роли не запоминаю. Да, с тёлками в том фильме плохо, они там гнилые, потому что это фильм «Сияние». С Джеком Николсоном. Учитывая, что я культуролог и специалист по кино, запоминайте, что надо смотреть. Кубрика смотреть надо обязательно. Пассажиры смотреть надо обязательно только Ксюше. Только Ксюше. Когда Ксюша плачет, это так красиво. Потом, когда бы смотреть, потому что Ума Турман потрясающая, вообще невероятная. Она такая красивая. Мужики-то там в этом фильме, просто не знаю, такие, наверное, как дух наш был при жизни. Такие же красавцы. Я так думаю, да. Вот, это смотрите обязательно. А, ещё смотрите ужасный фильм «Голодные игры», потому что главная героиня «Голодных игр» вот эта зверская стала блондинкой и сыграла в этом фильме пассажира. И фильм «Сияние» с Джеком Николсоном побеждает сегодня, потому что это классика. Блин, дух. Ты должен был знать об этом. Ты меня разочаровал просто и сейчас. А ты никому женщин не должен, да? Так, так, ребята. Нельзя ссориться с духом, нет? Ну, у меня это как-то страстно обычно, вот эта ссора, и как-то, да, да, я что-то, прям, да. Мы договорились с тобой подраться. Ты забыла? Ну, да, ты первая, пока ты не заплакала, посмотрев кино, давай драться с тобой. У нас есть чашка кофе общая, ты знаешь, да, мы за неё будем драться. Вообще у нас в студии, вы знаете, катастрофически не хватает кофе, я что-то переживаю. Вот видите, как Ксюшечка откупается от меня, она дарит мне белый проводочек за место белой чашечки с кофе. Потому что очень у Шевкина хочу видеть. А что ты хочешь у него спросить? В конце концов, мой друг, я уже ревную. Слушай, ну мы тут с тобой про отдых говорили. Мы говорили про отдых? Отправляешься в путешествия куда-нибудь, когда-нибудь. Чтобы ты была подальше от духа, мне нравится то, что не понимаешь. Вообще уверена. А куда я тебя отправляла, скажи мне? Давай-таки спросим у Ревкина, куда же поехать отдыхать. Куда поехать отдыхать? Да, и ещё один вопрос. Кстати, интересный вопрос, я придумала, интересный вопрос. Женщина в космосе, вот летят мужики туда, значит, работают, а нужна ли она там? Скучают ли они по нам? Мне кажется, всё зависит от того, два там туалета или один. Ну ладно, давай знаем. Сейчас. Мне кажется, основная проблема в том, что жиму с собой взять сироплодин. Я разрешат? Ой, это как и в этом фильме «Рок-волна», «Дух», который ты мне рассказывал. Там женился не на той, чтобы поехать супер вообще. Дух рассказывал фильм про «Рок-волну»? Да, но он рекомендует мне периодически фильмы, приходится смотреть, потому что я боюсь его больше, чем люблю. Хочешь поговорить? А я его там вижу, Женечка, всё хорошо? А, всё хорошо. Витя, здравствуй. Он меня не видит, очевидно. Вот я тебе про то же говорю. Когда мужчина тебя не видит, я спокойна. Когда мужчина тебя не видит. Ты всё-таки поговори с ним. Да, да. Ну, привет. Меня видно? Нет, не видно. Почему? У вас... Ну, не знаю, почему. А что видно? Что видишь? Сейчас я сделаю так, чтобы он тебя увидел. А сейчас, по-моему, я сейчас фотографию прекрасно, да. Вот сейчас... А сейчас видит, как фотография оживает. Фотография ожила. Видишь, красотку? Привет. Интересный вопрос. Мы тут обсуждаем немножечко частично день космонавтики, ну и вообще космос. Ну и вообще путешествие. Вариант в день космонавтики. В женском варианте, да. Там девочки обсуждают день космонавтики. Через кино, да, и так далее. Сейчас очень интересный вопрос. Мужчина в космосе, а женщина нужна ему там? Скучает ли он там? Тут дух нам сказал, что супругу с собой в космос взять не получится, а ну, может быть, как-то вот помечтать хотя бы. И если да, то... Мечтать-то они, да. В образе кого она должна таки прилететь? Взял бы ты меня с собой в космос? Гарбер в космос взял бы? В отдельном яйце. Да, да, да. Она сможет просветить жизнь невероятными красками в любом качестве. Саша, тебя дух зовет. Саша тебя дух зовет. Да, отлично слышно, потрясающе. Вопрос здесь такой. Женщина может превратить жизнь в рай, а может превратить его в ад. А берет с собой женщину куда-либо на ограниченное пространство, это всегда очень большая ответственность, естественно. Да ты выпускаешь в космос, если что, ее! И все, отстрашивайся. Да, потому что, как это, смертоубийство, либо взрыв мозга, он вполне... Как, возможно, развитие событий вполне допустим. В особенности, как я повторюсь, в закрытом пространстве. Вот именно поэтому, наверное, говорят, что есть такой стереотип, что женщин нельзя брать на корабль, потому что в мужском коллективе женщина может стать облаком воздора. Но, во всяком случае, не как персона, которая готова, может сплотить коллектив и улучшить эмоциональную атмосферу. Вот так. А также обеды будут лучше качеством, согласись. Да, во-первых, обеды. Во-вторых, почему же она сплотить с ним наоборот? Как у сплочения. В условиях сперматоксикоза забываешь про качество супа, тем более, что мужчина и сам сготовить может, вот, по большому за счёту. А вот стальное... Сейчас Гордеев расплачется. Я думаю о дружбе, а тут поюду, да ладно. Она думала на корабль с тобой о дружбе подумать, понимаешь, слетать с тобой вместе, подумать. Я, кстати, здесь вот даже в женском коллективе. Вы знаете, это прекрасно, когда вокруг тебя одна красота. Ну, и вот. И это замечательно. Что это оказывает твою теорию? Всё отлично. Это оказывает, Витечка, что ты не последний раз с нами, не сейчас продлишь с нами вот это вот времяпровождение, потому что с нами одна красота. Мне кажется, вы на ярко напрашиваете. Да, Левушка, я лежу. Да, Левушка, я лежу. Да, 3 тысяч есть. Ну вот, вы не собирались в очередной раз. Женя, всё, приглашение принято. Женя, я через раз, вперёд. Что мне теперь делать? Прямо сейчас здесь я не понимаю. Не готова. Нет, я всегда готова, Витя, что делать, чтобы ты остался с нами надолго. Скажи мне ещё раз, а то мне не слышно. Вот, Витя, всё, что ты сказал про корабль, меня, ну, несколько, ты знаешь, настораживает. Зная тебя, я чувствую контекст. Разреши мне его прояснить. Значит, женщина на корабле не сплачивает коллектив. И котлеты ваши также хороши, даже если её там не будет. Ну, как я же сказал достаточно буквально, в мужском коллективе, когда есть одна женщина, это кошмар для вас. Мне бы хотелось просто попрактиковать эту тему. Я себе представляю себя в таком малиннике. Вот ты знаешь, мне на днях мой сын говорит, хочу поступить в пединститут. То есть это обратная история, да? То есть он окажется в коллективе таком курином, который даже нам в курином, нашим, ну, не снился. Понимаешь, я ему говорю, сынок, не надо. Ты почувствуешь всё-таки дефицит некого мужского начала. Тебе, в конце концов, станет скучно, ты быстро присытишься и, как истинный петух, перестаешь за кем-либо бегать. Вот, мы как настоящие курицы, да? Мы же настоящие курицы. Сияющие, прекрасные. Перехрос. Мне кажется, с петухами надо аккуратнее. С петухами надо аккуратнее. У меня была тоже такая же эротическая фантазия. Так все вышли из студии, Витя продолжает. Развивай тему. Ну что, это же, это же, да я до сих пор завидую мужчинам, учащимся на женских факультетах, чтобы все на выбор. Бери, бери, не хочу. Пользуйтесь. Проблема в том, они же там между собой все дружат против себя. Слушай, там у нас есть дух студии, он говорит, что вообще, ну он вообще какой-то негативист, у него все в каком-то негативном свете. Он заявляет, понимая, что они все эти телочки подружатся, эти курицы против тебя, и в этом курятнике просто настанет тебе ништяк абсолютный. Вот, но ты ведь сумеешь их разобщить-то, да, ревностью здоровой? Разобщить? Зачем? Вариантов там много, они могут еще и передраться. Это вторая сексуальная фантазия, полагаю. А скажи мне, они передраться могут в шоколаде на ринге? Скажи мне честно, потому что я морально готовлюсь к такому, так сказать, и физически тоже тренируюсь. Скользить в шоколаде? Скажи мне честно. Жень, ты маму будешь наблюдать, а ты завидываешь сыну. То есть меня ты оставляешь как-то вот в такой... За? Витя, я тебя сейчас отключу, как ты мог? Ксюша? Только у нас изначально была история такая, понимаешь, что мы с Ксюшей прочитали потрясающую новость, что Собянин, он же большой эстет, да? Я как стилистик говорю. Это человек с потрясающим вкусом. Ты видела цветы погребальные в центре Москвы, да? Знаешь, такие стоят везде. Развесистая, клюква такая прекрасная. В этот раз он решил в Пасху, я говорю сейчас про христианский вариант Пасхи, имею в виду. Так вот, украсить город семиметровыми яйцами и такими же курицами. Светодиодными. Светодиодными курицами. Мы с Ксюшей претендуем, так сказать, на участие в тендере, на роль куриц, потому что вот это яйцо, которое будет стоять где? Камергерский. Прекрасное место для покупки недвижимости и движимости. В Камергерском переулке мы хотим заселить это яйцо собой. Понимаешь? Мы прекрасные курицы. Мы готовы для этого драться в шоколаде, носить на себе светодиоды. Курица семиметровая должна быть светодиодная. А ты сейчас хочешь оставить меня без жилплощади? А Ксюню взять? Вот скажи мне честно. Курица. Как вариант. Я открыл для любых приложений. Нет, подожди, ты только что хотел. Хотел. Хотел в институт, где вокруг тебя будут женщины, и ты говорил, что они не поссорятся. Что ты делаешь сейчас, друг мой? Сурина, помнишь, что человек хотел на ярче. Он наш с тобой общий ребёнок. Общий товарищ, товарищ, да? Он писал по поводу вербного воскресенья. Очень хорошо ты не читал у него. Есть такой, ну что мы ему до лета, и дабак. Вот он тут написал. Мы с ним пили. Да-да-да. Сегодня большой христианский праздник, вербное воскресенье. Он вчера ему написал, вчера написал. Много лет назад, телеведущий программ «Время», я услышал наилучшее историческое разъяснение названия праздника. Праздник посвящён въезду к Христа в Иерусалим. Иудеи приветствовали его, размахивая пальмовыми бедвями, а православные – вербами. Вот это вот яйца в центре... Это же объединяет нас всех. Ты правильно это же хочешь сказать? Ты же хочешь толерантно заметить, что мы всё-таки подружимся. Вербные, любящие. Да? Да, всё, мы любим. Но любовь – это вообще объединяет. И даже третья конфессия, которую мы здесь сейчас не называем, дабы не подзарвать ситуацию. Так, друзья мои, любовь, она объединяет всё. Да, 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 да. Она сказала нам не ругаться, потому что всё равно девушка в шоколаде отменяется, и ты уже выбрал её. А вот скажи мне, пожалуйста, вот скажи мне так по-честному, хотя ты меня и оставил за бортом этого прекрасного космического корабля. или Ксюнечка пусть у тебя спросит раз. Ну давай, молодец, продолжай, пожалуйста. У меня есть потрясающая новость. Ой, у Ксюши новость. Подожди, она не даст мне задать вопрос. Ребята, давайте я даже зачитаю, потому что тут... У Ксюши новость для прямого экира. Это даже не новость, пожалуй, это по поводу нашего второго. Друзья мои, кто перемешал мою бумагу? Враги, которых оставили за рингом, перемешали твои листочки. Да. Я предупреждала тебя. Это памятник советскому космонавту, Вить, Титову, во Вьетнаме, в Южно-Китайском море. Мы как-то сегодня это обсуждали, очень интересно. Есть картинка, а я не покажу ему, да? Расскажи, пожалуйста. Он отдыхал, по-моему, в Таиланде. В Таиланде или во Вьетнаме? В Таиланде он отдыхал. В Таиланде много раз. А во Вьетнаме нет? Как правильно, Иран или Иран? Все равно места одинаковые. Вить, ты хотел бы там остров? Таиландский свой. А нет, конечно же. Так, у тебя есть возможность восстановить справедливость. Ты кого-нибудь взял бы с собой на остров? Да. Если уж в яйцо ты берешь Ксюшу, у тебя есть варианты сейчас. Да, и я, к сожалению, не могу сейчас показать этот остров. Потрясающий остров. Расскажи про него. Сталактиты. Да расскажи нам про остров, ты нам же интересно. Вам интересно про остров. Хорошо, друзья мои. Сейчас вам будет. А ты пока подумай, кого ты с собой возьмешь на остров, кроме маркуна. И знай, я люблю твоего сына. Я не должен выбрать? Да, потому что в яйце ты выбирал. Так, друзья мои, ну, так вам скажу. История очень интересная, потому что фамилия Титов. На вьетнамском языке любая фамилия с окончанием «Оф», они переводят его как «Оп», «Титоп». И очень долгое время, там, до 91-го года, значилось на табличке, значит, этого острова, где стоял постамент, значит, «Титоп». Когда он приехал, еще будучи живой, да, и хотел сам, как турист, посетить свой же остров, подаренный, да, Хошимином в свое время, оказалось так, что в документах значится, значит, «Титоп». А на табличке «Титоп» его не пустили. Ну, это такая, как легенда, я думаю, или как сказать? Я думаю, это правда. Да, я тоже думаю, что это правда. Он не похож на местного. Ну, и сейчас на табличке «Титоп», как это и положено, и замечательный постамент, где наш второй космонавт смотрит в это море прекрасное. И там очень красиво, ребят, там потрясающе красиво. Я не то, что хочу, я уже выписала себе, куда мне следующий отпуск, Жень. Нам нужно на остров. Нам нужно на остров. Ты только что просила меня отвезти тебя в Израиль, пока он не предложил тебе полетать с ним в яйце. Ты выбери между нами как-нибудь. Я справлюсь. Я, между прочим, смею напомнить, вы забыли про то, что человек что-то говорил про яхт. Яхта, остров, остров, яхта. Какие яйца, какой космос? У нашего Вити появился солидарный дух. Я просто напоминаю о том, что... Яхта, если на женском коллективе, это совершенно потрясающе. Мы не идем ни в яйцо, ни на остров. Ни в яйцо, ни на остров. Ну, расскажи. Да. Что там про яхт? Как оно там про яхт? Прекрасные четыре буквы. Ях, это... Да, Витьке рассказать, подожди. Он нам еще не подарил ее. Ну, вот сейчас мы в Хорватии собрались. У нас совершенно потрясающе, невероятно красивый капитан. Девочка-актриса. А, девочка-актриса. Чих! А мы в Хорватии обычно ходим, это за неделю, за десять дней мы отпущаем от семи до десяти островов. И дарим их себе. Это невероятно красиво. Едем с ним. Невероятно. Девочку топим? Девочку топим, едем. Представляете, сказать человеку, он хочет собираться. Я сам уже сказал, если вам сказать что-то конкретное, тебе сегодня назад... Я не знаю, спросили бы про книгты, там, что-нибудь про яхты, не знаю. Дух спрашивает про книгты. Это какое-то нидишское слово? Что такое книгт? Книгт. Кнахт, кнухт. Книгт через я. Я не ошибаюсь. Это то, что стоит на пирсе, к чему привязывают непосредственно концы. Концы. Дух интересовали концы. Нет, мне хотелось, чтобы вы услышали про книгты и стаксили. Это непонятный язык совершенно для меня... Дух хочет, чтобы мы выучили язык, который он находит сексуальным. Скажи, пожалуйста, тебя там учили яхту водить, или ты только актерские, так сказать, качества вашего капитана как-то, так сказать, эксплуатировал? Ты знаешь, ну, в качестве любопытства, естественно, какие-то работы... Я делал, так, вот пока не надоело. Я не фанат, я фанат атмосферы, нежели активного спорта. Ленивец. Она сказала, что все хорошо. Да, да. А сколько там кают? А у нас есть шанс? Да, Жень, а у нас, как я знаю, там еще где-то югкие салутки. Так мы меняем эту родину этих самых, которые Израиль, на просто, так сказать, гражданство, море, я бы сказала. Граждане всеми. Мне надо подумать. Слушай, я была на этой родине этих самых. Мне кажется, море интереснее. Только качка. Слушай, а морская болезнь? Ты знаешь, я не знаю, что это такое. И никто, кто последние два раза с нами был, мы с этим не сталкивались. Ну, максимум, это в первый день кто-то жрет таблетки от откачивания, а потом на второй-третий день все предкачивается. Тем более, что... Две таблетки? Мы же ничем не ограничены. То есть, если какая-то качка, мы остались в каком-то острове и гуляем, загораем по ресторанам. Как звучит, я сейчас расплачу. По ресторанам говоришь? Мы гуляем по какому-то острову. Да. Все-таки это отличается от полета космонавтов. Там, если женщину с собой берешь, от нее не избавишься. На каком острове не высадишь? Да, да, это во-первых. Вот от качки можно пить таблетки, а от женщины, мне кажется, нет. Вот, а тут я так чувствую... Что ты сказал, Витя, извини? Все хорошо. Я оказался на острове как-то с одной девушкой. Просто у меня ребятенок был маленький тогда, и я поехал в очередной раз калан. Вот, и... Ну-ну-ну... Я пытался уехать на острова. Вот, и я местных ребят, там, заранее созвонились, я говорю, найдите мне руки, потому что мне с маленьким ребенком на острова было страшно. Я не сказал, не вопрос, представили ли они ко мне девушку, учительницу английского языка, из-за островского стрепара, своего плюстри. Почему, когда я езжу с ребенком, ко мне не представляют никаких учителей английского языка, из-за острова пожарного пароля? Да, это, видимо, была та самая поездка, из которой очень мало фотографий, я помню. Понятно. Случайная женщина может взорвать мозг. Да она как Базон Хиггс, это ужасная женщина. Витя, это же запечатлят в аналах, правда, я не знаю, кто они такие, но неважно. Случайная женщина может взорвать мозг. Витя, скажи мне, у тебя есть такой опыт? У тебя есть такой опыт, когда случайно попавшаяся не та женщина может взорвать мозг, вот скажи честно. Поясни, пожалуйста, свое настроение, дорогая. Я не знаю, когда ты говоришь, что... Я тебе пишу маленькие записочки, и, по-моему, это очень мило. Ты знаешь что? После того, как ты сказала, что случайная женщина может взорвать мозг, а мы с ней до этого как раз беседовали о теории Большого Взрыва, а мысль наша перетекает как-то, ну, плавно курица же, ну, мы же светодиодные курицы, да? Да, да, в этом удобство. Да, она напишет маленькие записочки, и это как игра в халихалоп, потому что я все равно не понимаю, что она мне пишет, мне кажется, что про любовь. Да, я все про любовь делаю. Да, да, да. Ты знаешь, какая у Ксюши фамилия, ты не поверишь, все хорошо. Клянусь тебе, я когда увидела ее паспорт, я даже захотела на ней жениться. Хотела ей злости дать свою. Потому что она мне свою пока еще не давала, не предлагала, по крайней мере, на самом деле. Ты хочешь, чтобы я с ним говорила недолго? Скажи мне честно. Он мне так нравится. Вот он, вот он. Да, да, я намекаю. Она хочет, чтобы мы расстались, потому что она ревнует. Ну, хорошо, я знаю, что ты хочешь пригласить нас на кофе, прежде чем мы будем говорить между собой, совещаться и придумать тебе новую серию вопросов. Мы же такие, ну как сказать, ну вообще подпольщицы, я тебе честно скажу. Да, это правда. И у нас есть всякие разные игры, которые мы с ней хотим обсудить. Видимо, не на ринге, раз ты меня туда не берешь. Но тем не менее, да? Вот, но тем не менее, мы прежде, чем с ней обсудим наши с ней игры, я все-таки хочу тебе сказать, что если ты пригласишь на кофе нас обеих... Так, ребята, мы в прямом эфире, прием! Она уже снова ревнует, я не могу. Свою фамилию не дает, но ревнует на самом деле. Но ты ведь еще придешь ко мне на прямой эфир? Ее не будет, она выйдет, она обещала выйти за кофе. Тут только дух, правда, витает. Такой тут есть, такой он из двух студии. Но он, мне кажется, не против, чтобы на корабле было больше мужиков, чем с женщин. Чего до этого сказал Витька, у тебя память хорошая? Вот это он сказал потрясающую фразу. Женщина случайно... Вчаянная женщина может взорвать мозг. И свадьбу на корабле бывают редко. В этом есть какая-то средневековая философия в этом есть. Я хочу остаться с вами с двумя, с тобой интересным и с ним духовным. Пока она пойдет за кофе. Она потом вернется, я тебе обещаю. Но мы с тобой же еще увидимся в кофейне вечером. Это так, хорошо, с ним, девушки. Я буду без дуров. Ну, сожжай. Мы должны вынуждены, да, с ним попрощаться. Ты ведь не дашь, не дашь мне продолжить наше общение с ним. Я могу закрыть глазки, прощайтесь. Я не могу целовать свой компьютер, мне его потом отмывать. Понимаешь, поэтому я потом тебя живьем, тебя мыть было легче, я помню. Ой, извини. Так, отключаемся. Все, отключаемся, иначе он меня больше в эфир не возьмет. Целую тебя. Ну и возьми теперь свой проводочек, который ты мне дарила, раз ты меня отключила от Витечки. Но по поводу духа мы с тобой еще поговорим. Да? Давайте еще что-нибудь ваше. Что космонавты в космосе скучают? Я думала, он сейчас что-нибудь философское, кажется, он же все-таки дух, он был на Млечном Пути, а он снова космонавт. Это потому что ты сейчас в космосе, да, где-то там, да, и тебе без нас как-то там, тебе далеко, к бестелесному без нас, наверное, плохо. Да? Да, скажи честно. Нет, мне кажется, что в любом случае они скучают. Ну а как без нас? Как без нас вообще в принципе? Не, но бывают очень заумные духи, как знаешь, теории большого взрыва, да? Шелдон. Шелдон Купер. Шелдон Купер, да. Да. Такие, наверное, не скучают без женщин. Не, не скучают. Да не скучают глубоко в душе, они просто сами не понимают, насколько им тяжело без нас. Мне кажется, да, телезрителям надо нашим и телеслушателям, слушателям теле, не теле, но в общем телепортируем в наш эфир. И тем, кто надо нам летать, надо сделать опрос. То есть Шелдон Купер больше подходит мне или тебе? О, какой интересный вопрос. Кому же подходит Шелдон Купер? Женя, я настолько была в него влюблена, что я буду бороться до последнего. Ты вообще знаешь, что такие аутисты, ты умеешь с ними обращаться? Ты уверена, как ты? Ну, я опытная жизнь, а вот ты. Ласковое слово и кошки приятные. Ты знаешь, у Шелдона Купера было очень плохо с ласковыми словами. Он их не конвертировал в пространство и плохо воспринимал свои какие-то входные порталы. Насколько я помню. Про порталы это здорово. Да, порталы Купера, конечно. Про порталы мы любим просто. Да, ну, конечно. Порталы наши с вами где сейчас? А? На портале. Мы на портале, Женечка, на портале. Давайте так, ребят. Хоть бы сказать. Сегодня было потрясающе, забавно, весело и позитивно. Женя, нет, нет, я не прощаюсь. Я хочу показать тебе потрясающую нашу лётчицу с потрясающим роликом снятым, да, как это называется? Дух, как это называется? Подскажите. Ну-ка. Что ты хочешь? Это камера, как ходила там. Всё снимала. Нет, это... Ты имеешь в виду экшн-камера? Да, спасибо. Экшн. Ну, я часто употребляю слово экшн, просто не в этом контексте. Так, ребят, это потрясающе, Женечка. Вот прям специально для тебя это действительно нужно видеть. Она блондинка? Зовут её Светлана, да, Капанина. Боже, дайте мне, пожалуйста, вот эти таблетки от укачивания. Многогрантный чемпион мира по спортивному трансированию. Это надо видеть просто. Это вот что такое женщина в воздухе? Что это такое? Это вот потрясающая барышня. При этом посмотри на неё, как она хороша. На секундочку. Меня это нервирует. Женя, это не должно тебя нервировать. Это столько много вдохновения. Даже на экране, да? Лицо. И в моменты, когда она делает такие вещи, такая мужественность, я не знаю. Это здорово. Нам видно в камеру? Опа! Это надо видеть. Это здорово. Ты посмотри на неё. Посмотри, какая крутая. Обалдеть. Обалдеть. Это ещё не всё. Это нужно видеть. Ребята, вот нужна ли женщина в космосе, в воздухе? В принципе, нужна ли женщина? Мы ещё будем опрос... Если есть вот эта вот коробка передач... Какой ещё опрос можно проводить, нужна или не нужна? Что делает она? Ух ты ж, боже ж ты мой. Я даже отвлеклась от её макияжа. Блин, как крепко ты ей... Знаешь, я перестаю бояться высоты на неё глядя. Да, 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 конечно, хорошо. Посмотри, тут земля-воздух это... Знаешь, когда плопады, воздушные ямы, у меня бывает такое впечатление, что перец метр у меня будет хорошо. Нет, она крутая, просто потрясающая. Это, кстати, дух подсказал, дух меня познакомил с этой барышней-блондинкой. А дух её знает, что лично? Я думаю, что на просторах интернета он. Дух, ты скажи мне честно, ты деталь на просторах интернета познакомился с её изображением, с изображением её рычага? Или у вас никакие конкретные контакты? Это она тебе махает, дух! Дело в том, что я проходил обучение в электрополоз за парашютную пульсию на том аэродроме, где она базируется, например, лучше. То есть ты был на той земле? На той земле, на той земле вступал. Я не понимал этих американских шуток, вот этих вот про бейсбол, вот это кто на первой базе, те понимали. Она базировалась там, он там был. Да, да. Потрясающе. Ну вот такие вот женщины в воздухе, Жень. И нам с тобой... Вот этот летучий нам уже мужчины недоступен явно, потому что там в воздухе она царит. Я прям вижу, как её прёт, колбасит, шарашит, вообще. Ты посмотри, что чувствует эта женщина. Она при этом хороша. Вообще женщины, когда чувствуют, они так хороши. Да, да. А вот скажи-ка дух, мужчины, когда чувствуют, они такие же красивые. Вот когда они вот так чувствуют, вот когда прям рычаг вот этот вот, он прям вот так вот. Я не знаю, к сожалению, и к счастью, я мужчины ничего не понимаю. Вот так уж вышло. Гагида, самоощущение или твоя бесплотность, она, в общем, как бы избавила тебя даже от воспоминаний? Или ты когда-то был на Земле? Так, ну я живой дух, не надо мне тут это... Не знаю, ты читала Галапагосы? Кстати, к фильмам, которые вы, дорогие друзья, должны посмотреть, чтобы общаться с нами интеллектуальными, светодиодными... Две минуты, Женечка, две минуты. Я не могу рассказать всю книжку? Что вы, я так и начинаю. Виннигут, великий писатель, писал потрясающие вещи. Там, между прочим, есть такая книжка Галапагосы, потрясающая совершенно книжка. И там дух, всё повествование, в общем, от лица вот такого же умного философского духа. Тоже, наверное, закончил философский факультет, как и наш млечный. Мне так кажется, на самом деле. Ему тоже везло при жизни женщины, да. Это однозначно. Умер счастливым. Да, ну вот на этой счастливой ноте... Когда умер счастливым? Мы закончили, Жень, спасибо тебе большое.